Друзья, в этом доме происходит что-то ужасное. Мне очень страшно. Сейчас вам всё расскажу. Короче говоря, страшная история. Это был замечательный день. И знаете почему? Всё просто. Наступил мой день рождения. И поэтому для начала я решил перекусить. Зажёг газик, поставил сковородку, налил маслице, разбил одно яйцо и ещё одно. И начал готовить яичницу. Вроде бы ничего такого, скажете вы, но есть одно но. Я укажу. Вот блин! И поэтому я просто заварил себе чай, сподыхнулся на месте и упал. Именно в этот момент зашла мама и спросила, что же я делаю на полу. И я значит поднялся и сказал, что отжимался. Она рассмеялась и сказала, что у меня очень хорошее чувство юмора. Мне стало обидно. И ещё она сказала, что в 18 лет мочиться в штаны это как-то очень странно. Я посмотрел вниз и увидел, что штаны были мокрые. Чёртов чай! И поэтому я переодел штаны чётко. И мы сели с мамой на диван. Она сказала, что у неё есть для меня подарок. Я стал вспоминать, какие подарки были в прошлом году. Сынок, у меня для тебя подарок. Так, и что тут у нас? Носки и... Галстук. В общем, полный комплект холостяка. Фух, так, интересно, что в этом году она мне подарит? Она показала ключи и сказала, что теперь я буду жить один. Это было очень внезапно, и я такого не ожидал. Я сказал, что не готов к такой ответственности, что я ещё слишком молод. На что она выпихнула меня из хаты. Так, теперь это моя новая хата. Для начала нужно осмотреться. Пожалуй, начну с кухни. Зашёл на кухню и увидел таракана. И я был рад, ведь у меня появился домашний питомец. Геннадий. Решил посмотреть шкаф. От него чем-то воняло. Как будто в нём кто-то умер. Вдруг зазвонил телефон. Это был неизвестный номер. Я ответил на звонок. Алло. Осталось 7 дней, 7 дней. Кто это? Это дом Ру вас беспокоит. Через 7 дней ваш интернет. Фух, это всё лишь дом Ру. Я зашёл в дальнюю комнату и увидел диван. И плюхнулся на него. И сразу же почувствовал невесомость. Оказывается, я был в воздухе. И я подумал, что это был сон, и поэтому сильно зажмурился. И открыл глаза. Уже наступила ночь. И я тоже на что-то наступил. Это оказался Геннадий. Мне стало грустно, ведь я раздавил своего питомца. И тут я услышал какие-то странные звуки в 2-й комнате. Света не было, и поэтому я взял фонарик и пошёл на разведку. Что теперь-то не надо? Фух, друзья. Если вы хоть чуть-чуть испугались, то обязательно нажмите на эту красную кнопку подписаться. Также не забывайте ставить лайки. Ведь как только на этом ролике наберётся 10 тысяч лайков, я сразу выпущу вторую часть. А она будет намного страшнее, чем на это. Это вам 100% коротит. И ещё. Сейчас я добавляю всех активных друзей во ВКонтакте. Поэтому переходите по ссылке. Добавляй меня в друзья. Пиши любой смс. И я всем отвечу. Вот такие вот дела. Ну а с вами был я, Кеша. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok